Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Удивительные московские достопамятности Так достопамятностями назвал достопримечательности первопрестольный замечательный русский историк Николай Михайлович Карамзин. Первый путеводитель по Москве записки о московских достопамятностях Карамзина увидел свет в 1817 году. Николай Михайлович Карамзин был первым, кто создал по-настоящему художественный и литературный пейзаж Москвы. Он же, рассказывая о памятниках и архитектурных ансамблях, попытался передать своеобразие и очарование древней столицы Руси, России. Николай Михайлович не без оснований утверждал, что только тот, кто бывал в Москве, знает Россию. Об этом уникальном и неповторимом городе можно, да и, конечно, нужно говорить много. Говорить и писать, употребляя всевозможные эпитеты. От ясных и простых до самых вычурных и высокопарных. Что, впрочем, за века его существования и делали сотни и тысячи людей. Историки и писатели, дипломаты и простые гости, русские и зарубежные, и все равно кажется, что еще многие точные слова не сказаны. Наверное, одни из лучших строк о российской столице принадлежат замечательному русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Он писал, «Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысячи. Москва — не безмолвная громада камней и холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет. У ней есть своя душа, своя жизнь». Для того, чтобы лучше понять душу Москвы, ощутить пульс ее жизни, надо знать внутреннюю организацию пространства, территорию, то есть устройство города. Как известно, любишь то, что знаешь и понимаешь, а Москва достойна того, чтобы ее любили и, конечно, знали. По летописному преданию Москва была построена на семи холмах — Боровицком, Сретенском, Тверском, Трехгорном, Швивой Горки, Лефортовском и Воробьевском. На самом деле Москва создавалась по радиально-кольцевому принципу. Причем предпосылки к складыванию радиально-кольцевой структуры были в Москве изначально, с момента основания города. Причиной тому — географическое положение, ведь Москва стояла на пересечении нескольких торговых путей. Торжок, Тверь, Москва, Рязань. Углич, Тверь, Москва, Курск и других. Прошли столетия, и сегодня семь московских холмов четко вписаны в семь колец, окруживших столицу. Как могучий дуб Москва-река, оставляя вековые кольца, каждое кольцо — живое свидетельство о бывшей границе города. Древнейшим кольцом Москвы называют постройки, защищавшие сердце города Кремль. Историки и археологи полагают, что небольшая славянская крепость возникла на высоком Боровицком холме у местов падения Неглинки в реку Москва, не позднее конца XI века. Почти столетия спустя, в 1156 году, Юрий Долгорукий повелел построить город, окруженный рвом и валом. Крепость Юрия Долгорукого была в пять или шесть раз больше по своим размерам, чем древнейшее укрепление на Боровицком холме. Но уже в 1237 году она была разрушена захватчиками-ордынцами. В 1339 году Кремль получил стены и башни из мощных дубовых бревен, а при великом князе Дмитрии Донском в 1367 году он стал каменным. Новые стены строители сложили из подмосковного бело-желтого известняка. Нынешние стены и башни Кремля создавались из красного кирпича по проекту итальянских архитекторов Марка Фрязина, Антона Фрязина, Петра Фрязина и Олевиза Нового с 1487 по 1491 год. Первое кольцо Москвы – это постройки, примыкавшие к Великому посаду. Первое кольцо появилось еще в конце XIV века, тогда посад был защищен валом. В 1534 году граница была укреплена, появились дерево-земляные укрепления и ров. А в 1535-38 годах на их месте москвичи возвели Китайгородскую стену. Эта каменная твердыня на несколько своих отрезках сохранилась до наших дней. Помимо названия станции метро «Китай-город», есть еще один топонимический потомок китайгородских укреплений и городской границы «Китайский проезд», выходящий на Москворецкую набережную. Вторым кольцом Москвы называли знаменитый «Белый город». Это название до сих пор вызывает споры. Наименование этого оборонительного рубежа может быть связано как с белым цветом самой каменной стены, так и с белыми землями, освобожденными от земских податей внутри укреплений. В конце XIV века эта часть Москвы была обнесена валом и рвом. Стена Белого города была возведена позднее, в 1585-1993 годах. Занимался работами приказ каменных дел, в ведении которого находились строители. Руководил этими работами известный горододелец Федор Савельевич Конь. К середине XVIII века стена Белого города утратила свое фортификационное значение. В конце того же столетия ее разобрали, а затем в XIX веке по всей этой бывшей границе Москвы были устроены бульвары. Память о самом наименовании этой городской оборонительной линии хранит современный топоним «Белгородский проезд». В XIX веке он именовался проездом Белого города. Эта небольшая улочка расположена близ площади Покровские ворота. Несколько таких наименований московских площадей также свидетели былой славы Белого города, его мощных и надежных ворот, площадь Никитские ворота, площадь Мясницкие ворота, площадь Сретенские ворота, площадь Яузские ворота, площадь Петровские ворота. Вторая граница Москвы узнается в крутой линии современного бульварного кольца. Третье кольцо Москвы это земляной город или деревянный город, известный в истории Москвы также под названием Скородом. Эта фортификционная система длиной более 15 километров и высотой около 5 метров была выстроена с 1591 по 1592 год. В 1611 году деревянные укрепления были полностью уничтожены пожаром. Через 20 лет москвичи возвели на протяжении всей этой линии мощный земляной вал и вырыли перед ним ров, а в 1659 году выстроили еще и деревянную ограду. Следы Скородома, узнаваемы в Садовом кольце. Земляной город в период с 1683 по 1742 год служил таможенной границей Москвы. В XVIII веке он утратил свое оборонительное значение. В начале XIX века земляной вал срыли, а ров засыпали. Оставшиеся топонимические свидетельства существования земляного города представляют собой названия некоторых отрезков Садового кольца. Валовая улица между Павелецкой и Серпуховской площадями, улица Крымский вал между Калужской площадью и Крымской набережной, улица Зацепский вал между Малым Краснохолмским мостом и Валовой улицей, улица Земляной вал и площадь Земляной вал. Четвертым кольцом Москвы стал Камеркалежский вал, насыпанный в 1742 году по указу Камеркаллегии. Камеркаллегия заведовала различными денежными сборами, впоследствии ее заменила казенная палата. Высокий земляной вал длиной в 37 километров был укреплен рвом и заставами. Предшественником Камеркалежского вала был Кампанейский вал. При Петре Первом в нескольких ключевых местах на главных дорогах-радиусах, которые вели в Москву, были выстроены заставы. Их задачами были взимание пошлины и проверка документов. В 1731 году между этими заставами возвели деревянную стену, которую стали называть Кампанейский вал. Строительство вала финансировала компания купцов, которые взяли у правительства откуп на продажу водки и, естественно, стремились защитить свои интересы. Кампанейская стена создавала преграду для ввоза в Москву контрабандного алкоголя. Правда, Кампанейская стена прожила недолго, и обветшавшие постройки были разобраны москвичами на дрова. Камеркалежский вал по сравнению с ней был гораздо более мощным укреплением. Это было сплошное кольцо из высокого земляного вала. Охрану осуществляли наряды конной стражи. После отмены таможенных сборов заводку функции Камеркалежского вала как таможенной границы практически свелась к нулю. Вскоре он превратился в фактическую границу города. С начала 19 века, точнее, с 1806 года, Камеркалежский вал начал служить официальной полицейской границей Москвы. А с 1864 года муниципальной вплоть до 1917 года. Это была реальная административная граница между городом, управлявшимся городской думой, и московским уездом, управлявшимся земством. По линии вала существовало 18 застав, которые также оставили след в московской топонимике. Это площадь Дорогомиловская застава, площадь Серпуховская застава, площадь Проломная застава, площадь Тверская застава. Сами заставы были ликвидированы в 1852 году. Земляной камеркалежский вал срыли во второй половине XIX века. Память о нем осталась в улицах Хамоунденческий вал, Богородский вал, Олений вал, Сокольнический вал, Бутырский вал, Сущевский вал, Грузинский вал, Пресненский вал, Трехгорный вал, Серпуховской вал, Даниловский вал, Симоновский вал, Крутицкий вал, Рогожский вал, Золоторожский вал, Лефортовский вал, Госпитальный вал, Семеновский вал, Измайловский вал, Преображенский вал. Сам вал сохранился только в одном месте, на границе Хамовненьки и Лужников. По нему проходит окружная железная дорога. Пятое кольцо Москвы очертило окружная железная дорога. Длина пятого инженерного московского кольца на плане похожего скорее на замкнутую петлю, сильно вытянутую к северо-западу, составляет уже 54 километра. Строительство окружной железной дороги продолжалось с 1903 по 1908 год. Дорога быстро стала фактической границей Москвы, а вскоре после февральской революции 1917 года она получила официальный статус муниципальной черты, управлявшейся городской думой. Тогда площадь города составляла около 242 квадратных километров. Сохраняя в основном эту городскую границу, Москва росла за счет новых клиниев, районов жилищного строительства. Шестое кольцо Москвы это московская кольцевая автомобильная дорога МКАД. Граница столицы до 2011 года. Хотя уже в нескольких местах Солнцево, Митина, Бутово, Косино и других город, вынужденный расширять свою территорию для строительства нового жилья, еще раньше перешагнул ее. За седьмым по счету кольцом закрепилось в качестве официального названия Третье кольцо. Счет строился по принципу Первое Садовое, Второе МКАД. Строительство новой кольцевой трассы завершилось в 2005 году. Создание Третьего транспортного кольца столицы власти назвали масштабным историческим событием, сопоставимым по своему размаху с возведением московского метрополитена. Именно эта кольцевая система положена в основу книги «Сто великих достопримечательностей Москвы». А отсчет достопримечательностей традиционно идет от центра, то есть от первого, самого древнего кольца Москвы, Кремля, к новым границам города. С 2011 года границы значительно расширились и вышли далеко за линию МКАД. Территория столицы увеличилась в 2,4 раза за счет территорий, ограниченных Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги. А значит, к известным столичным достопримечательностям добавились и новые, такие, например, как Тихвинский храм в Наукограде-Троицке, храм святителя Тихона и церковь Иоанна-Предтечи в Московском, литературно-исторический музей Остафьева в окрестностях Щербинки. Остафьева было усадьбой Петра Андреевича Вяземского, там гостили Пушкин, Карамзин и многие другие выдающиеся деятели русской культуры XIX-начала XX века. Наверное, новые достопримечательности займут свое место в пределах нового, Восьмого кольца, то есть, новой границы, которая пока обозначена лишь линией на карте. В пространстве каждого Московского кольца и сосредоточены многочисленные шедевры архитектуры и памятники культуры. Их по праву относят к достоянию человечества и к сокровищам России. И как тут не вспомнить восторженные слова Антона Павловича Чехова о Москве? Что не песчинка, что не камушек, то исторический памятник. Велик град Москва, говорили в старину. Москва всегда воспринималась как нечто большее, чем город, большее, чем столица. Это град. Все, что происходит в ней, отзывается по всей России, по всему миру. И история Москвы и ее превращение из маленького окраинного городка Владимира Суздальского княжества в столицу всея Руси, а затем в столицу могущественной державы, есть во многом история России. Как и по всем необъятным просторам России, двадцатый век прошелся по улицам и площадям Москвы ржавым серпом идеологических принципов и установок. Неповторимая Москва многое потеряла. исчезла, например, Сухаревская башня. Сухарева башня была вместе с Кремлем, храмами Василия Блаженного и Христа Спасителя своеобразным символом первопрестольной. Постройка была самым крупным светским зданием в России. Высота этого величественного и неповторимого по очертаниям памятника архитектуры, который отчасти напоминал здание ратуши в западноевропейских городах составляла 60 метров. Среди безвозвратных потерь и Малый Николаевский дворец, и дом Рахманинова, десятки других зданий и памятников, храмов и монастырей. Затем на смену большевистской идеологии пришел не менее лживый принцип целесообразности. По некоторым данным, после 1991 года было уничтожено несколько десятков и даже сотен исторических зданий. И все же Москва сумела сохранить красоту и обаяние минувших веков. Истинно русский город, так называл Москву выдающийся литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский, остался единственным и неповторимым. В журнале «Моей поездки в Москву» Виссарион Григорьевич писал «Изо всех российских городов Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиогномию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованной печатью священной древности, и зато нигде сердце русского не бьется так сильно, так радостно, как в Москве. Ничто не может быть справедливее этих слов, сказанных великим нашим поэтом, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Кремль Сердце России Так истори называют Кремль центральный ансамбль Москвы. Все главное, что происходит в стране, неизменно связано с Кремлем. Не случайно Кремль воспринимается и как символ величия России. Он был заложен на высоком Боровицком холме у слияния двух судоходных рек Москвы и Неглинной. Это древнейшая территория города. Историки и археологи полагают, что небольшая славянская крепость племен Кривичей была возведена на высоком Боровицком холме не позднее конца XI века. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. Несколько лет спустя, в 1156 году, князь Юрий Долгорукий повелел построить город, окруженный рвом и валом. Крепость Юрия Долгорукого была в пять-шесть раз больше по своим размерам, чем древнейшее укрепление на Боровицком холме. Но уже в 1237 году она была разрушена полчищами ордынцев. и в 1339 Rick и в 1331 кремр 东. А при великом князи Дмитрии Донском он стал каменными. Новые стены строители сложили из подмосковного бело-желтого известняка Нынешние стены и башни Кремля были возведены по проекту итальянских архитекторов Марко Фрязина, Антона Фрязина, Петра Фрязина и Олевиза Нового По указу Ивана Третьего в 1487-1491 годах Для их строительства использовался красный кирпич Московский Кремль, обнесенный кирпичными стенами, имеет форму неправильного треугольника Площадь треугольника 27,5 гектаров Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная к Александровскому саду, восточная к Красной площади Наиболее высокие стены возведены со стороны Красной площади, ведь там не было естественной водной преграды Всего в крепости 20 башен, из них одна предмостная кутафья и одна расположенная прямо на стене, царская В 17 веке башни Кремля были надстроены красивыми шатрами У каждой башни Кремля своя история В некоторых башнях устроены проездные ворота До революции таких проездов через башни было пять В Спасской, Никольской, Боровицкой, Тайницкой и Троицкой Ворота Спасской, Флоровской или в просторечии Фроловской башни издавна считались главными Именно с ними связано выражение «фроловские чудеса», то есть чудеса, которые могут произойти у стен Кремля Над воротами до революции в Киоте находился образ Христа Спасителя Этому образу молва приписывала много чудес По повелению царя Алексея Михайловича через Спасские ворота можно было входить только с непокрытой головой А наездникам надо было к тому же слезать с лошадей и проходить пешими У ворот все люди осеняли себя крестным знаменем Здесь же были изображены и лики московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы и Филиппа А также коленопреклоненные преподобные Сергий Радонежский и Варлам Хутынский По преданию, во время лихолетия московские святители хотели оставить Москву Но Сергий Радонежский и Варлам Хутынский стали умолять святых патриархов помочь ей в заступничестве Святители вняли мольбам и остались, чтобы в трудные годы обратить свои молитвы к Богу о защите столицы С 1264 года, то есть с того времени, когда Кремль стал резиденцией московских князей Началось строительство и на его территории К сожалению, не все сохранилось до нашего времени В 1330 году была построена самая древняя московская церковь Собор Спаса на Бару или Собор Спас Преображения, что на Бару Его возведение было приурочено к тысячелетию Константинополя, столице Византийской империи Храм был уничтожен в 1933 году Здесь были погребены московские князья и княгини, пока роль усыпальницы не перешла к Архангельскому собору для мужчин и Вознесенскому монастырю для женщин После учреждения Новоспасского монастыря в конце XV века Собор Спаса на Бару получил статус придворного храма В результате сооружения Кремлевского дворца В 1830-40 годах храм Спаса оказался на территории внутреннего двора дворца В 1335 году в восточной части территории Кремля был возведен Чудов монастырь Все постройки Чудова монастыря были снесены в 1929 году В XV веке центром Кремля становится Соборная площадь На ней возводится Успенский собор, Грановитая палата, Архангельский собор и колокольня Иван Великий С 1547 года, когда великий князь московский Иван IV Васильевич Грозный принял титул царя Кремль стал официальной резиденцией русских царей С XVII века шло активное строительство светских зданий Складывается кремлевский ансамбль В 30-х годах XVII века при царе Михаиле Федоровиче строится теремной дворец, примыкающий к Грановитой палате В том же XVII веке башни Кремля получают шатровые завершения Ярусные шатровые завершения на башнях сохранились до сего дня В XVIII веке при Петре I началось строительство арсенала А позднее при Екатерине II было возведено здание Сената Еще в середине XVIII века возникла идея строительства на южном склоне Боровицкого холма Вдоль Москвы реки Большого Кремлевского дворца Но осуществить замысел удалось только во время царствования Николая I По проекту архитектора Константина Андреевича Тона Был возведен Кремлевский дворец, а затем было построено здание оружейной палаты Во время вооруженного переворота в октябре-ноябре 1917 года Кремль серьезно пострадал от артиллерийского обстрела В марте 1918 года советское правительство переезжает в Москву И Кремль вновь становится политическим центром страны Местом проживания советских вождей становятся дворцы и кавалерские корпуса Вскоре свободный доступ на территорию Кремля для обычных граждан оказывается под запретом Храмы закрывают и кремлевские колокола надолго умолкают До революции 1917 года любому человеку в Кремле можно было находиться круглосуточно Большевики стали приспосабливать ансамбль Кремля для себя Так, под проведение съездов советов и конгрессов интернационала Стали использовать Большой Кремлевский дворец В Золотой палате разместили кухню в грановитой общественную столовую Малый Николаевский дворец превратился в клуб работников советских учреждений В Екатерининской церкви Вознесенского монастыря Было решено устроить спортзал в чудовом Кремлевскую больницу Но затем началась череда сносов старинных памятников архитектуры За годы советской власти архитектурный ансамбль московского Кремля Пострадал больше, чем за всю его историю На планах Кремля начала 20 века можно различить 54 сооружения Стоявшие внутри кремлевских стен Больше половины из них, 28 зданий, уже не существуют В те же годы рубиновые звезды заменили огромных двуглавых орлов Из меди на пяти кремлевских башнях После 1991 года Кремль остался резиденцией главы государства Президента Российской Федерации Сегодня Московский Кремль Древнейшая часть Москвы Главный общественно-политический, духовно-религиозный И историко-художественный комплекс столицы И все главные события в стране Продолжают неизменно связывать с Кремлем Даже главная новогодняя елка страны Называется Кремлевской Редактор субтитров А.Семкин